Еженедельное оперативное совещание состоялось в администрации городского округа Люберца. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. В начале совещания начальник Люберецкого межмуниципального управления МВД доложил об оперативной обстановке в городском округе. Так, по его словам, за прошедшую неделю в полицию поступило полторы тысячи обращений граждан. 66 из них послужили поводом для возбуждения уголовных дел, а 55 преступлений были раскрыты по горячим следам. 14 числа у нас в деревне Марусина произошла ситуация, был вызов скорой помощи. Приехал фельдшер и те, которые вызывали скорую помощь, оказалось сопротивление фельдшера, избил его. То есть фельдшер обратился с телесными повреждениями. Такие случаи стали нередкими по всей стране. Сейчас их контролируют на федеральном уровне. Поэтому Евгений Романцев призвал всех немедленно сообщать о подобных ситуациях в полицию. В свою очередь, люберецкие огнеборцы сообщили, что за минувшую неделю они совершили 36 выездов по сигналу тревоги и ликвидировали три пожара. Одно из возгораний произошло в воскресенье в Люберцах. Произошел пожар в квартире на втором этаже. В результате в ходе тушения пожара было спасено 4 человека, один ребенок, трое взрослых. Это именно со второго этажа из квартиры. А также эвакуировано 35 человек. Не сработала система дымоудаления в доме. То есть та система, которая должна была весь дым вывести. Также на заседании стало известно, что в Люберецком округе из запланированных в этом году 1300 подъездов уже отремонтировано 607 входных групп. Эта работа ведется в рамках губернаторской программы. Кроме того, Александр Проворов сообщил, что все объекты муниципалитета активно готовятся к грядущему отопительному сезону. Общая готовность к отопительному периоду 2017-2018 года в Люберецкой теплосети составляет 65,6%. Завершена подготовка на 80% котельных, ЦТП на 60%, тепловые испытания сетей выполнены на 100%, гидравлические испытания на 71,3%. Раменское подразделение «Мосавтодора» подготавливает дороги к международному авиасалону «Макс-2017». Кроме того, во дворах заделали 53 выбоины. На региональных трассах ямочный ремонт прошел на площади более 140 квадратных метров. Завершены работы по расширению проезжей части об устройстве пешеходного тротуара у Центра активного долголетия в городском поселении Малаховка. Все требования выполнены. Установка знаков у Центра долголетия запланирована на эту неделю. В завершении совещания представители Государственной инспекции труда Московской области наградили сотрудников Люберецкого водоканала сертификатом за доверие. Такой редкий документ выдается организациям, которые успешно прошли проверки на предмет соблюдения трудового законодательства. Пока его заслужили только четыре компании городского округа. Анна Троян, Кирилл Евгеньев и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ.